оба моих гостя работают в голливуде при этом один из них с детства мечтала карьере и позиционировал себя как русский арнольд швайцнекен а второй в кино оказался случайно обоих их я думаю можно называть секс-символами у меня сегодня в студии александр невский и марк дакаскас прежде чем мы поговорим о фильме черная роза и других ваших совместных проектах хотелось бы узнать как вы познакомились когда и как марк я наверное начну если что ты продолжишь меня очень вдохновляли картины с участием марка дакаскаса как я уверен и миллионы других россиян и москвичей это были девяностые когда мы доставали пиратские копии фильмов со шварценеггером сталлоне и дакаскас и в первом фильме с его участием который я посмотрел только сильнейший он был таким накаченным мускулистым и так всех дубасил что меня настолько впечатлило что я начал заниматься кикбоксингом и другими видами спорта это было много лет назад но когда меня представили марку лично я был так поражен тем какой он замечательный человек в жизни был и есть я думал тем какой я худой есть немного я хочу сказать что это было большой честью познакомиться с ним спасибо это так забавно он как мой папа который каждый день твердит ешь больше тебе надо нарастить мышцы потому что я хочу чтобы ты был таким как я тебя помню насколько знаю александр ваши родители вначале не одобряли ваше увлечение бодибилдингом мне повезло что у меня прекрасная мама папу не особо интересовала кто я и что я мама же всегда заботилась обо мне и волнует моя жизнь она не хотела чтобы я занимался кикбоксингом или боксом поднимал тяжелые веса получал по лицу по носу но когда она поняла что мне это нужно а почему вам было это нужно потому что в школе я был очень худеньким я увлекался поэзии читал разные книжки мушкетеров дюма например или другие приключенческие романы но я никогда не занимался спортом и все ребята которые понятия не имели кто такой дюма или мушкетеры могли побить тебя только потому что ты любишь и знаешь поэзию они нет девочкам нравишься ты а не они и когда я столкнулся с издевательствами в школе я понял что хочу заниматься боксом я хочу уметь постоять за себя и мама приняла мое решение когда уже позже я сказал я хочу стать бодибилдером тогда восьмидесятые когда в ссср вообще бодибилдинга не было да тогда такого слова бодибилдинг даже не было абсолютно и тем не менее каким-то образом она достала мне билет на фильм со шварценеггером конан разрушитель который показывался на московском кинофестивале в 1986 году представляете и я думаю мы должны сказать вы были подростком тогда вам тогда было 15 лет да я хочу поблагодарить человека который в 1986 году пригласил арнольда шварценеггера в москву советскую москву это изменило мою жизнь именно мама дала мне деньги на мои первые гантели наверное у вас никогда не было такой проблемы с приставаниями в школе потому что в семь вы уже были чемпионом да я уже дрался и тренировался но штука в том что я маленький я не александр невский посмотрите на его руки все ему завидуют эти руки как мои ноги спасибо поэтому никто меня не боялся из-за моей комплекции поэтому мне просто необходимо было заниматься боевыми искусствами во первых потому что я вырос в германии а там ребята здоровые во вторых чтобы чувствовать себя увереннее я должен был уметь драться потому что везде есть задиры и хулиганы но если ты излучаешь внутреннюю уверенность то обычно удается избежать конфликта и к тому же я никогда не напрашивался на драку поэтому боевые искусства научили меня многому а что насчет ваших детей у вас два сына они тоже занимаются боевыми искусствами я учу их боевым искусством но мы не участвуем в соревнованиях рейтингах не получаем пояса я просто хочу чтобы они умели постоять за себя чтобы они знали что такое тяжелая работа чтобы они были здоровыми и крепкими а также обладали силой воли интересный факт о боевых искусствах бодибилдинге и спорте вообще ты получаешь сильное тело но если ты дисциплинирован регулярно и усердно тренируешься ты также развиваешь свое сознание свой ум и сердце вы оба вы и джули ваша жена из шоу-бизнеса что насчет детей младшей дочери и старших сыновьях они пойдут по вашим стопам это хороший вопрос это момент я не знаю в данный момент я мой старший сын потрясающий музыкант он играет на саксофоне а также любит готовить может он даже для нас что-нибудь приготовить второй сын обладает прекрасными математическими способностями и играет футбол на дочь младшенькая скорее всего ближе всех к нашему пути она любит петь танцевать прекрасно импровизирует поэтому возможно возможно расскажите про их имена у них у всех какие-то необычные гавайские имена да у всех трех я из гавайи мои родители тоже оттуда джули однако моя жена из техаса но когда мы обсуждали детей мы оба хотели чтобы у них были гавайские корни так что все три раза мы приезжали рожать на гавайи первым мы назвали макуа лаги макуа значит сила или воин если вы слышите лаги на гавайях это означает израиль получается что его имя означает воин с небес второго сына мы назвали капона что означает по справедливости то есть быть правдивым быть справедливым я думаю ему очень подходит это имя ему надо соответствовать своему имени а но и лани девочку мы назвали потому что но и означает ожидаемое то почему скучают или его ждут как дождь а лани это снова с небес получается ожидаемое с неба о чем вы мечтаете сейчас о чем мечтает александр невский александр невский ни в коем случае не циничный наоборот я романтик но сейчас у меня более практичные реалистичные мечты например у меня есть пара недель до премьеры моего фильма поэтому я должен убедиться что все идет правильно что фильм закончен дублирован на русский язык потому что фильм черная роза выйдет на большие экраны в россии уже 6 февраля черная роза да и знаете вы меня поставили в непростое положение потому что обычно мы с марком даем интервью в россии на русском я вызываюсь быть переводчиком а когда марку задают вопросы чтобы там не спросили чтобы он там не ответил и я говорю о своем фильме черная роза вот так мы и поступаем но если говорить серьезно о моих мечтах наверное сейчас я хотел бы крепкого здоровья для мамы и моих близких а всего остального я добьюсь сам расскажите поподробнее о черной розе прежде всего я расскажу какое отношение к черной розе имеет марк да это то что я хотел бы услышать потому что повторюсь он вдохновил меня своими фильмами старыми добрыми экшен-фильмами которых сейчас не так-то много всех боевиках о супергероях и у нас с марком произошла следующая история я позвонил ему сказал марк у меня для тебя две новости хорошая и плохая он такой начинай с плохой ну у нас для тебя нет хорошей роли в фильме черная роза он отвечает тогда какая же хорошая новость александр я уже забоялся что он бросит трубку и вообще не захочет со мной больше говорить и я тут же сказал что есть другой фильм который писался полностью по тебе и ты будешь главным героем этого фильма будешь снова вдохновлять людей тогда он сказал хорошо продолжай а говоря о черной розе я там играю российского начальника полиции майора который приезжает в лос-анджелес ему нужно поработать с лос-анджелесской полиции в течение одного месяца чтобы помочь им найти убийцу серийного маньяка да серийного убийцу который убивает только американок русского происхождения и никаких улик ничего только черная роза на телах убитых поэтому глава лос-анджелесской полиции решает пригласить русского для расследования и сейчас не лучшие отношения между америка и россии многие против такого сотрудничества но глава полиции настаивает на своем и они получают русского майора полиции огромного парня с гигантской пушкой который с подозрением относится к голливуду потому что в америке впервые и английский далек от совершенства но он хочет быть крутым хочет быть в теме но он не знает прав которые нужны зачитать преступника в америке перед тем как застрелить его и никто не хочет работать с ним кроме одной девушки который становится его партнером детектив который играет кристана локон звезда терминатора 3 и честно вам скажу кристана прекрасная девушка актриса но она реально умеет стрелять даже не моргая ходить как терминатор для меня это был интересный опыт еще эдриан пол снялся в фильме а также роберт дави и кстати роберт дави сразу после черной розы поехал в болгарию сниматься фильме неудержимые три со стола на он там играет злодея для меня это был колоссальный опыт потому что я впервые занимался режиссурой и продюсированием а также снимался и я так устал так устал что когда марк спросил по поводу следующего фильма ты там будешь играть главную роль я сказал ни за что это будет твоя звездная роль а я буду только продюссировать вообще-то сценарий фильма где русский полицейский приглашается в америку в голливуд для расследования преступления напоминает мне старый фильм с арнольдом шварценеггером в главной роли вы знаете о каком фильме я говорю красная жара да и говорю об убийце вы знали что фильм который в оригинале называется крайн фримен плачущий свободный человек в россии называется плачущий убийца вы слышали об этом да я слышал что-то подобное слышал что вы думаете насчет этого я думаю это название попало в точку потому что мой персонаж телом принадлежал китайской мафии но они не имели власти над его сердцем его душой поэтому он делал что они хотели но тем не менее освобождает свою сущность это правда что ваша первая попытка сняться в кино представляла собой разговор с маленькой китайской девочкой и затем французский поцелуй это хорошее замечание да и да это китайская девочка была джоан чен из последнего императора поэтому меня можно понять когда я согласился на эту роль вы решили что в шоу бизнесе не так плохо в конце концов да да потому что вы в общем то никогда не мечтали о шоу бизнесе или карьере актера вас просто заметили на улице и пригласили сняться совершенно верно в детстве я занимался боевыми искусствами и даже думал о том чтобы стать буддийским монахом да в тайване я родился и вырос в германии затем переехал на тайвань изучать буддизм и стать монахом быть как джет ли в фильме храму шаолине меня очень вдохновил когда этого не вышло я подумывался к писателю писать романы или короткие рассказы но я никогда не думал стать актером или кем-то в этом роде а потом когда мне было 18 лет я гулял по чайно-тауну в сан-франциско один нет кстати с моей девушкой и я только закончил преподавать урок боевого искусства для мамы шел пообедать и размышлял что мне делать по жизни что пойти изучать в университете ко мне подошли двое мужчин и спросили меня не актер ли я я ответил что нет они тогда предложили поучаствовать в прослушивании я сказал нет они спросили почему нет я ответил зачем это не моя мечта они сказали окей возьми наш номер если передумаешь позвони нам мы устроим тебе прослушивание я вернулся домой поговорил с мамой она сказала что жизнь это большое приключение и надо попробовать все никогда не знаешь тогда я пошел на прослушивание меня взяли и вот я стою разговариваю целуюсь с прекрасной девушкой и мне еще за это платят быть актером это круто я это имел в виду когда говорил об удаче что она имеет значение если бы вы пошли в другом направлении ваша судьба возможно сложилась бы совершенно по-другому да но это было только начало актерской карьеры мое знакомство с кино конечно потом я решил что все я актер и пошел проходить пробы на другие роли у меня был врожденный талант но не было навыка поэтому я не получил все роли и это было ужасно мне понадобилось 9 лет изучения драматического искусства снимаясь в рекламе эпизодах и прочих проектах чтобы получить достаточно навыков и уверенности чтобы перенести это на камеру я начал карьеру 18 а получил свою первую главную роль в 27 американском самурай а моя первая студийная роль далась мне в 28 итого 10 лет изучения драматического искусства только потом моя карьера пошла в гору как я и говорил хорошо быть везунщиком но этого недостаточно нужны оба ингредиента совершенно точно как когда готовишь нужно иметь все ингредиенты чтобы приготовить блюда верно очень хороший пример так как ваша жена вряд ли преданный фанат нашего канала и вряд ли увидит эту передачу почему же увидит мы убедимся в этом я должен спросить поскольку она тоже актриса работает в той же индустрии как вы как супруги относитесь к поцелуем и другим интимным вещам на камеру она вас не ревнует вы также несколько раз приезжали в россию а это опасная страна для сохранения целостности семьи тогда или нет я очень строгий хозяин тогда или нет 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 безусловно русские люди очень привлекательны но говоря о ревности возникающие за работой связанные с близостью с другими людьми конечно мы ревнули мы же люди мы понимаем правила игры но когда твоя девушка возлюбленная или жена как моем случае целуется с кем-то еще я понимаю что это работа но я также знаю что как актер ты вкладываешь чувства в это и губа есть губы они соприкасаются разумеется это странно конечно это неприятно но ты справляешься с этим как и со многими другими вещами она была актрисой еще до нашей встречи она любит искусство с чего вдруг ей бросать его тем не менее и пришлось потому что у нас трое детей ей больше не надо никого целовать так что я могу больше не беспокоиться это ей надо волноваться за меня вы были в россии 7 или 8 раз да да она не ездила с вами до в первую поездку в первый раз да и как александр мне рассказывал мы с джулией были в россии в девяносто седьмом году и я давал интервью типа пресс-конференции и александр говорит что был там это была премьера плачущего убийцы в 1996 году и я пришел на показ какое интересное стечение обстоятельств что мы такие разные с разных концов планеты и вот этот парень будет продюсировать мой следующий фильм это реально круто я бы хотел спросить про следующий фильм над которым вы будете работать вместе в феврале марк может рассказать про фильм изменяющий жизни да конечно мне кажется это отличная отправная точка для александра и очень смело с его стороны потому что изменяющий жизни наш первый совместный фильм и его следующий фильм как и мой является драмой мы постараемся привнести немного юмора в этот фильм возможно немного экшена но это очень трогательная история о человеке который находит себя спасая ребенка если мы все сделаем верно мы обязательно покорим зрителя в самое сердце у нас есть новая традиция на нашей передаче мы играем в такую игру игра называется правда играет в нее следующим образом у нас есть карточки четырех цветов и маленький рождественский мешочек в котором четыре камешка разных цветов и для каждого камешка есть несколько вопросов написанных на карточке и так вы выбираете камешек тем самым выбираете цвет и соответственно карточку и отвечаете на вопросы если хотите конечно если нет вы можете отказаться от ответа и сказать я не буду отвечать на этот вопрос что тоже является ответ да точно и так если я правильно помню то самые сложные вопросы на красной карточке хорошо конечно да тогда нам надо выбирать ее будьте осторожны кто первый кто начнет александр давайте желтый это желтый тогда тяните желтую карточку и что это за вопрос да ну вас уходил ли я когда-нибудь из кафе или ресторана не заплатив по счету что нет крали ли вы когда-нибудь из ресторана нет точно нет абсолютно на может вы просто не помните я же не пью может в подростковом возрасте вы уверены я абсолютно уверен на все сто процентов знаете что сейчас такое чудесное время волшебное время праздников пожалуйста платите в ресторанах и оставляйте чаевые официанты хотя бы 20 процентов нет это чистая правда 20 процентов это американская традиция в россии 10 процентов это более чем достаточно сейчас же праздник а ну только если так теперь ваша очередь хорошо конечно выбирайте камешек белый о белый будет очень простой вопрос потому что белый это вопрос от меня так мой вопрос следующий я видел несколько передач с вашим участием в шоу танцы со звездами и вы танцевали с лэйси это был потрясающий танец а вопрос мой таков насколько близки эти две вещи боевые искусства и танец по правде говоря они очень похожи есть такое искусство называется капуэйра это бразильское боевое искусство которое ты практикуешь только под музыку и к счастью я немного знаком с капуэйрой так что мне приходилось заниматься и поэтому переход от боевых искусств танцам через капуэйру был непростой но не слишком к тому же я играю на барабанах я играю с 13 лет и даже немного на гитаре так что у меня есть чувство ритм самое сложное было выучить хореографию и притереться с партнершей характерами еще один вопрос который не имеет отношения к карточкам просто вы упомянули что играете на барабанах какая у вас любимая музыкальная группа если бы мне пришлось выбирать одну да это была бы группа из 70-х или 80-х ой я их знаю у них достаточно сложная музыка пересечения стилей да не только рок-н-ролл ой мне так понравилось как вы отвечаете на вопросы что может быть вы еще раз это сделаете давайте я можно даже проще вы задали вопрос марку про связь боевых искусств с танцами я тоже снимался в танцах со звездами могу рассказать про связь танцев с бодибилдингом если хотите пожалуйста про свою любимую группу сразу видно что он продюсер все нужно держать под контролем пожалуйста пусть все будет по вашему когда я снимался в танцах со звездами у нас тоже были судьи немного более строгий чем в американской версии но ничего ничего и некоторым из судей не нравилось то что я бодибилдер и поэтому мы с моей партнершей оксана не делали ничего связанного с бодибилдингом но готовясь к нашему последнему танцу я предложил оксане давай просто повеселимся и мы танцевали самбу и вначале на каждый удар я делал так и один из судей очень известный артист балета был готов повеселиться я специально делал это прямо для него и можно сказать что танцы очень близки к бодибилдингу в особенности российская версия танцев со звездами а если говорить о музыке отвечая на ваш надеюсь заданный второй вопрос моя любимая команда из 80-х это ACDC если говорить о русской музыке то я всегда очень любил группу кино и аллу пугачёва алла пугачёва да мне нравился это очень известная российская певица вы меня оба поразили спасибо вам большое за то что пришли к нам на передачу спасибо спасибо большое спасибо спасибо я вам желаю успеха и мы обязательно посмотрим фильм черная роза но на самом деле с правдой лучше не шутить мы шутили сегодня много и шутили как мне кажется удачно я поговорю о своих гостях но с правдой лучше не шутить